Вы сколько лет уже воюете? Ну, грубо говоря, 6 копейки на лет. Были ранения? Конечно, были. Расскажете? Нет. Ну, потерял ногу в 2019 году, то есть на протезе хожу. Миновзрывная травма вот здесь под Донцом взорвался на противопехотной мине. Левая нога левый, глаз ушел. Потом вследствие ДРГ в 2020 году, в мае месяце, была заминирована вот здесь верхняя дорога. Наша дорога жизни, она называлась. По ней возили продукты, обоз. Я взорвался на КамАЗе, на танковых минах. Также поносило осколочное ранение в руку, было район желобка. Ну, и немножечко контузии, это само собой. А почему вы вернулись обратно на фронт? А я ничего другого не умею больше. Почему? Потому что война, когда начиналась, мне было 16 лет. Я сам с города Краснодон, начался Изваринский котел. То есть, по сути, я патруль от своей земли. Я где родился, там и пригодился, мне деваться некуда. И решил идти с тезиой воина. Как вы думаете, война еще долго будет? Ну, хотелось бы, чтобы она закончилась, уже поскорее. Почему? Потому что уже устали от этого всего. То есть, тоже жены, дети, там, семьи у всех. Как бы по домам носиться, надо же там заниматься своими делами домашними. А мы здесь сидим, в окопах. А чем бы вы занимались на ступе мир? В мирное время? Да я не знаю, я продолжал бы карьеру военного. И продолжал бы служить бы в армии. Насколько мне это позволит. У вас есть семья? Ну, мать есть, сестра есть, девушка есть. Как ее зовут? Елена. Планируете жениться? Ну, и рановато еще. Почему? Ну, потому что работа у меня не постоянная такая, что... Постоянные командировки, разъезды. Одному Богу известно, что завтра будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok